Меня зовут Дмитрий, я учился в школе Портнова два года назад, чуть больше. Вы в онлайне учились? Нет, я был у вас физически, но у меня там сложная ситуация, поэтому я учился, но не доучился. И получается, что где-то два года назад я не проходил ни моки, ни клиренсы, я ушел раньше. Так, и что с вами случилось за эти два года? Только вы скажите, знаете что, откуда вы вообще? Вообще сначала Ижевск, Питер, потом Силиконовая долина, потом мы немножко уехали в Флориду пожить. Где Флориду? В Дайтона Бич. Дайтона Бич? И там что, работа есть по нашей части? Нет, поэтому мы тут... Поэтому мы оттуда потом переехали в Сан-Диего. Так вы сейчас-то где? Сейчас в Сан-Диего. Я ребятам давайте скажу, значит, дело в том, что вот человек, который вы видите на картинке, он мне написал в скайпе и говорит, давайте я расскажу, как я учился и к чему это привело. Я, честно говоря, даже не знал, где он находится географически. То есть я так догадывался, но вот теперь выясняется, что вы сейчас в Сан-Диего. Да, в Сан-Диего. То есть вы мало того, что работаете тестером, деньги получаете, еще в красивом месте живете? Это, наверное, да, одно из лучших мест, в которых я был. Так, ну хорошо. Итак, я повторяю вашу, значит, историю, как я ее понял. Значит, вы были тут, потом вы уехали в Дайтона-Бич, во Флориду, там работы не было, не знаю, чем мы занимались, вы уехали в Сан-Диего. Да, ну у нас была, мы получали, как, точнее, не получали, а подали аппликейшн на сайлом, этот, политическое убежище. Политическое убежище, да. Вот, с чем как бы не было возможности официально работать. Постойте, постойте, вы подали его, когда были в Кремниевой долине или в Сан-Диего? Мы подали уже, когда мы были во Флориде. Ну, решение было принято, когда были в Кремниевой долине, да, мы в Сан-Диего. Вот, но так как не было, ну, возможности официально работать и так далее. Поэтому вы так и учились, что как бы не видели цели света в конце тоннеля, я понял, да. Свет всегда есть в конце тоннеля, просто. Но он был такой отдаленный такой свет. Да, на тот момент он был такой очень мутненький, поэтому было решено сделать документы с учебой. Ну, я говорю, там немножко поучился, как бы мне это похватило, я думаю. И решили, пока ждем документы, немножко сэкономить денег, потому что Флорида все равно дешевле получается. И ждать документов там. Уехали мы во Флориду, там пожили, подождали документов, получили разрешение на работу. Получили социал-секретий номера и все такое. И, да, естественно, там во Флориде искать работу трудновато в этой сфере. По всей Флориде, мне более-менее подходило, там порядка 30 вакансий, это по всей Флориде. Ну, там кроме вас же никого и не было, потому что там один были на всех. Не, на самом деле там есть флоридные компании, особенно вокруг Майами. Поэтому, в принципе, как бы шанс там есть. Есть, есть. Но, да, но мы решили, тем более мы когда ехали из Сан-Франциско, мы ехали на машине. У нас такой был трип по всей Америке. Поэтому мы прокатились и в Сан-Диего были, и в Лос-Анджелесе были, и еще кое-какие города посмотрели. То есть мы для себя уже тогда поняли, что Сан-Диего, наверное, один из тех городов, где мы хотели бы пожить. Ну, там безумно красиво, это невероятное место, конечно, я очень люблю Сан-Диего. Да, и вот нам тоже понравилось, но поэтому уже из Литон-Эбич мы решили, что поедем в Сан-Диего, будем искать здесь работу и пытаться остаться в Сан-Диего. Ну, долго занял у вас работ на этом? Так трудно сказать, потому что когда мы сюда приехали, я, наверное, где-то с месяца искал работу. Это был январь месяц прошлого года. То есть 2014? 2014, да. И я практически нашел работу, но были какие-то непонятные ситуации, когда я там прошел все интервью, все сказали, что все хорошо. И в последний момент мне говорили, извини, мы решили вообще вакансию закрыть, никого не брать. Это бывает, это бывает, безусловно, да. Да, и как-то я вот так вот месяц помыкался, по интервью походил. И здесь на самом деле работать меньше, если сравнивать с Силиконовой Долиной, то, конечно, здесь меньше. Ну, так и людей же меньше. У них выбора меньше тоже. Да, да, но есть. То есть, как бы, если ты, тем более, без опыта, то есть я был в тот момент, получается, без такого, с айтишным опытом, но без QA-ного опыта. Получается, что было где рыться, все равно, получается. А что у вас за айтишный опыт, скажите пару слов? Потому что люди, которые вас смотрят, они думают, а, так он там, может, программист или что-то. Нет, 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 я не программист, я иникейщик. Иникейщик. То есть, что там, каретку принтера меняли или что? Ну, нет, ну, не хардвер, а софт. То есть, как там, поставить операционку, настроить программы, то-другое, третье. Ну, то есть, вы такой, как бы, хороший, серьезный пользователь, я понял. Да, 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 да. А образование какое у вас? Образование металлург или что-то в этом роде. О, то есть, вы отливаете металл? Нет, вообще штампую, точнее, должен. Штампуете, но вы можете чеканкой монет заниматься. Я думал об этом, но это говорят противозаконно здесь. Ну, да, это смотря из какого металла. Ну, это неважно. Так что, значит, итак, год назад, в январе, полтора, вы отправились на рынок. Вам дали оффер, который, ну, как бы, не состоялся. Дальше что? С какой частотой интервью были, вот вы мне вот что скажите. Я хочу сказать, ребятам, мы первый раз беседуем, вообще, я первый раз вот вижу лицо, значит, человека после того, как он тут у нас учился. Но, все-таки, как часто были интервью? Вот вы месяц искали работу. Вы говорите, что там ходили по интервью. Как часто? Я, наверное, штучек 7, наверное, интервью у меня было таких. Не всегда, может быть, доходило до конкретного работодателя. Может быть, заканчивалось на... Фоскута. А, окей. Да, то есть, ну, у меня еще в тот момент был очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень плохой английский. Ой-ой-ой. Так что это тоже, так что это тоже играло, конечно, большую роль. Ой, космар. Так, ну, давайте уже концовку, потому что я начинаю нервничать. Ходил месяц с плохим английским. 7 разговоров было. Дали оффер, потом забрали. Потом что? Потом мне дали оффер в Агайо. В Агайо, да. Да, и мы что-то... Даже я на самом деле думал ехать туда, но у меня жена меня отговорила, давай, говорит, что-то Сан-Диего-то все равно лучше, чем Агайо. Вот. Давай попробуем что-нибудь здесь как-нибудь и так далее. Так. Вот, тогда я нашел свою первую официальную работу в Америке, но не ту, которую хотел. Я пошел тем же самым Инихикам, но только уже здесь, местным. Вот, и в принципе, как бы, ну, я у меня больше 10 лет опыта, поэтому мне было, в принципе, легко бы в сфере работать. Даже несмотря на то, что мне приходилось разговаривать уже с покупателями, с клиентами и так далее. Но это дало толчок вашему английскому, безусловно. Это да, это была огромная помощь на самом деле, потому что практика английского, она ничего другого лучше нет. А вот такой вопрос, вот Иникейщик в Америке, я на самом деле часто слышу этот вопрос, вот такого плана. Вот, это о чем речь идет, вот скажем, в районе Сан-Диего Иникейщик? Что это, 10 долларов, 12, 15? Очень сильно зависит от того, как ты себя сможешь продать, как в любой другой профессии. Да, конечно. Ну, я бы сказал так, от 12 до 20, может быть, 5. От 12? О, то есть даже 25 можно получать? В принципе, да, я где-то вышел на... Слушайте, не так плохо? Да, не так плохо, на самом деле. Я вышел, наверное, где-то на 20, может быть, чуть больше. У меня там, у меня была сделка, то есть по часам трудно посчитать. А сделка, сдельная оплата вы имеете? Да, потом, если пересчитать на часы, то получается где-то в районе 20, там, может быть, 2-3, так вот это у меня получалось. Поэтому в тот момент, когда я уже не искал работу, в принципе, как бы уже, ну так, немножко успокоился, была работа, пока решил немножко остановиться, может быть, вот, и худо-бедно продержался с этой временной работой 7 месяцев, где-то около того. И мне позвонили рекрутеры и предложили, спросили, ты как на маркет собираешься? То есть по старой рассылке, по январской? Да, то есть, да, я нигде ничего не выкладывал, все по старой, позвонили, как у тебя дела, что делаешь, я говорю, ну вот так, как бы, работаю, хочешь попробовать интервью? Я говорю, почему нет, давайте. И вот они мне тогда сказали, что компания называется Интуит, я говорю, а кто такие вообще? Действительно, да, так. Вот, потом уже я узнал, что это довольно-таки известная компания, ну они сразу сказали, это Турботакс, которые делают, я говорю, а, Турботакс, ну конечно, знаю Турботакс. Они делают намного более известные вещи, чем Турботакс тоже, я даже помню время, когда их Майкрософт купил, а потом эту сделку, значит, отклонили там в высоких инстанциях, да. Ну это не суть, да. На самом деле компания очень большая и очень такая интересная. Да, да. Вот, и мне говорят, хочешь попробовать интервью пройти? Я говорю, а почему нет? Я уже был спокоен, расслаблен, уже ничего не боялся. И английский получше, конечно. Английский получше, да, немножко стал, все равно. Я говорю, давайте, почему нет, попробуем? После этого мне, они говорят, давай сделаем фон, сначала фон интервью, телефону, я говорю, давайте. Мне позвонил менеджер, с которым сейчас я работаю, вот, и мы так с ним поговорили в общих чертах, на самом деле. Я еще сразу хочу оговориться, мой случай, это, наверное, не стандартный случай, поэтому не надо думать, что всем так повезет, как мне. Так. Вот, и мы поболтали с ним немножко по телефону, он спросил меня, как дела, что знаешь, что умеешь, что хочешь делать. Я говорю, ну вот, так бы, как бы смогу менуэл делать спокойно, хочу немножко с оттенейшеном работать, какие-то есть представления, как работает сипенеум, как работает еще что-то, да, то есть такие общие вопросы. Больше, наверное, как бы был разговор про социал, как ты сможешь работать в среде, там, и так далее. То есть не было технической части никакого интервью. Ну, это было по телефону именно, то есть это... Да, да, да. Да, то есть он просто пытался понять, насколько есть смысл с вами разговаривать о технических вещах, то есть если вы по большому счету им не подходите, то нет смысла тратить время на, там, HTML, там, и JavaScript, понятно, да. Да, все правильно, я об этом тоже так сразу подумал, что... Ну, это стандартное вообще. Да, face control такой. Да, 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 чтобы не тратить время. Вот, и после этого, наверное, день, через день, может быть, через два, мне звонит снова рекрутер. И спрашивает, ну, как у тебя дела? Я говорю, нормально, как? Вы мне скажите, как у меня дела? Они говорят, ну, все хорошо, когда на работу сможешь выйти? Я говорю, в смысле на работу? Ну, в смысле, куда там? Неделю тебе надо, две или сколько? Я говорю, так, подождите, а когда будет face to face интервью? Он говорит, а тебе, говорит, его надо что ли? Я говорю, ну, как бы, не знаю, вообще отлично бывает. Это часто бывает, что вот так, как с вами, бывает очень часто. Вот, и я такой сначала, я сначала, честно говоря, напрягся так. Что-то странное здесь. То есть до этого у меня, по крайней мере, не было такого. Но ручку позолотили, не обидели там? Кто? Денежкой, денежкой не обидели. Денежкой? Ну, и вот я и к этому веду. Я говорю, ну, не знаю, мне говорю, как бы надо разговаривать же с моим боссом, который сейчас у меня. То есть как-то о чем-то говорить. Поэтому дайте мне хотя бы job offer letter, и я смогу о чем-то говорить с ним. То есть, чтобы мне как-то... Ну, да. Они говорят, что они около часа вышли, выслали мне job offer. Сумма была больше, чем я просил на контракт. Но по часам, я имею в виду, да, часовая плата была больше. Если хотите, могу сказать. Скажите, конечно. Мне-то все равно, но, ребята, вам-то интересно. Я просил 35 долларов, мне дали 55. Доллары в час? Да. Я хочу сказать, что в Сан-Диего... Вот вы же жили в Кремниевой долине. Вот скажите, 55 в Сан-Диего, это как у нас что, 70? Я думаю, что да. Где-то может быть, да, чуть-чуть больше. Давайте так. Вы какую квартиру снимаете? One bedroom, two bedroom? Сейчас пока еще one bedroom. One bedroom. Сколько вы платите за него в Сан-Диего? Она вообще нормально стоит 1200. А я плачу чуть-чуть бабушку, потому что я на month-on-month. Окей. Значит, 1200. У нас сейчас one bedroom меньше, чем за 1800 даже не подойти. А так нормально две. Тысяча. Ну да. Я даже смотрю, где мы раньше снимали в Mountain View. Она сейчас около двух с половиной. Слушайте, а у вас не было ощущения, что когда дают такие деньги, как бы не было беды? Вот не было такого ощущения? Очень было такое большое ощущение. Потому что, ну... Я бы испугался, честно. Я бы сказал, ну, блин, добром не кончится. Я тоже так и думал, потому что слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да. И я, конечно, в тот момент очень напрягся так думаю. Ну, а с другой стороны, для чего ехал тогда, как бы, если попробовать, да? Так вы до сих пор там или что произошло за год? Пока, да, пока здесь работаю. Они уже пару раз продлевали мой контракт. Пока работаем. Так вы, с точки зрения занятий, скажем, вот той же автоматизации, вы получили возможность такую или вы все вручную? Пока еще нет. Ну, во всяком случае, мой вам совет такой. Вы что-нибудь серьезное подучите, потому что, чтобы еще раз такие деньги получить, надо прилично знать. Вы знаете, так просто не дают полтинник. Да, я знаю, но, как обычно, человек с коленей наделает свои дела. Да. Вот. Я стараюсь, я хочу... Жена-то что говорит вам? Жена... Ну, она на самом деле не знала до того, как мне джок-офер дали. Прямо, ну, прислали. Ну да, а после того, как дали? Да, я ничего не говорил. Ну, как бы не хотел, как бы ничего... Пугать. Да. А когда уже дали, когда уже я получил этот офер в руках, был у меня, я позвонил, конечно, она там... Ну, а она тоже не могла поедать. Да нет, говорит, что-то не то. Я, ну, конечно, в шоке была. А вот это время между тем, как вы у нас учились и тем, как вам уже этот офер дали, у вас не было такого вот ощущения, что меня в этот портно в компьютер скул занесло, жили дорого, там, деньги потратил, там, обучение платил, там, нафиг мне все это нужно было? На самом деле нет, потому что... Мне кажется, я был готов к этому, я с форума давно очень информацию эту читал, все о вас и ваши посты, все, поэтому как бы я был готов к этому. То есть у вас не было такого расхождения того, что вы увидели, с тем, чего вы ожидали увидеть? Наверное, да, не было. Потому что бывают люди, они все-таки намечтают, намечтают, и я все кричу, заниматься надо, заниматься надо, а они как-то вот у них внутренний голос им говорит, да не надо заниматься. Нет, заниматься, конечно, надо. Нет, я тоже, когда учился, я очень много этого слышал, да, в ваш адрес, что портнов набрал учеников, и только деньги сдвижет, и все, и все, и все. А зачем? То есть я в тот момент, я тоже защищал, говорю, когда, тогда зачем вы сюда пришли, как бы, да, если такие мысли, так и иди. Ну, потому что обидно, у кого-то ученики, а у кого-то нету, поэтому думаешь, что это он набрал. Я просто чужих денег стараюсь не считать, поэтому, как бы, мне, ну, все равно, если я заплатил за услугу, и получил ее, и в нормальном объеме, в нормальном качестве, какая мне разница, сколько вы вытянете. Э, не скажите, не скажите. Ну, хорошо, что же, есть какой-то месседж, который вы хотите вот так в толпу, вы же мне, на самом деле, вы же меня сконтактировали, говорит, давайте я расскажу, то есть, может быть, есть что-то такое, что вам хочется сказать в народ. Вот, вот. Не знаю, я просто, на самом деле, вы, я, ваше последнее, ну, не последнее, когда я писал, под каким видео, у вас было такое немножко настроение, что вот там кто-то бы откликнулся такой, кто там отучился и так далее. То есть, я, наоборот, я, я хотел как-то немножко вам попробовать помочь. А, ну, хорошо, хорошо, мы, в принципе, в хорошей форме, но, как бы, когда помогают, мы очень рады. Что же, давайте я, как бы, тоже за вас порадуюсь, но, единственное, что, чтобы так за вас не волноваться в дальнейшем, все-таки вы подучите что-нибудь более серьезное. Все-таки, когда ты работаешь, это opportunity, такая возможность в спокойной обстановке подучить, когда тебя не гонит никуда. Понимаешь, когда ты работу ищешь, у тебя там нечем за квартиру заплатить, так тебе уж тут не до учебы, понимаешь, а так все-таки пользуйтесь моментом. Ну, да, я говорю, это очень, я сегодня, на самом деле, разговаривал еще с девочкой, с девочкой, которая у вас училась, она тоже прекрасно работает. Вместе с вами училась, или? Да, 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 да. Я, на самом деле, хочу сказать, что у нас практически весь класс, который учился, все работают, практически все работают. То есть, им обидно, конечно, что деньги стеклись в одно место, но они хотя бы, но они работают. Да, они работают, но нормально зарабатывают. Это уже неплохо. Это неплохо. Я говорю, то, что мой класс сейчас, я могу перечислить там и Adobe, и Google, и еще там ряд хороших компаний, и Apple тот же самый, да? Ну, конечно, да. В принципе, все, кто из нас учился, они все работают в таких довольно-таки интересных компаниях. Это не значит, что они спасибо скажут, или там, допустим, не скажут, а деньги-то, все-таки, понимаешь, там, это не вовсе деньги-то. А у нас что там, вот 100 тысяч? Так это же я сам нашел. Это же не то, что меня из школы прислали на 100 тысяч. Правильно? Это же я сам нашел. Ну, нет, но все равно как. Школа, она очень важна в этом смысле. Все равно тебе дает... Вот в моем случае, допустим, мне не столько нужна была именно, как бы, столько знаний нужно будет, сколько нужно было терминология, там, и знакомые даже. То есть мне, допустим, через буквально полтора года после того, как, ну, я вот уже устроился сюда, мне уже начали звонить мои одноклассники и предлагать работу. Это нетворкинг, это именно то, что на самом деле, может быть, не с первого дня проявляется, но когда... Я же, я не знаю, вы слышу, помните или нет, но я когда в классе, я же говорю, что DICE, там, вот мы учимся, как работу искать. Я говорю, через два года, я говорю, через два года вам не нужен будет DICE Monster Career Builder, через два года, если вы нормальные люди, и не ссоритесь ни с кем, и не скандалите, и не ведете себя вот как эти, которые чужие бабки считают, а когда, если вы нормальные, так вас будут другие нормальные тянуть к себе. Это же есть то, как профессионалы ищут работу. Я вот на DICE, как рекрутер, у меня рецензия, вы знаете, да, я там вам показывал, но я что хочу сказать, что... Да там людей-то нету. Вот я как рекрутер иду туда, ужас. Нормальному человеку, приличному, там, с опытом, я не говорю, там, пять лет, даже три года, он не дойдет до этого DICE, у него возможности нет, он только без работы оказался, его тут же разорвали на части, и все. Да, я думаю, что так и должно быть. Так и должно быть, конечно. Ну что же, спасибо вам большое. Давайте мы ребятам так помашем ручкой и скажем им всем привет. Пока. Счастливо. Пока.